Дорогие соотечественники, здравствуйте! Ну вот, отпраздновали мы день нашей независимости, независимости нашего государства. И должен сказать, что вопреки тому, что говорится о нас, что мы какая-то там сталинская химера, исчадие пакта Молотова-Риббентропа, должен сказать, да, вот республика наша – это молодое государство. Но при этом почему-то все старательно забывают, что это молодое государство с очень древней государственностью. И вот надо сказать, что вот это уникальный такой шанс в истории, который позволил этой государственности древней молдавской восстать, как феникс из пепла. Вот это все произошло в сороковом, как мы помним, году. Ну и став правоприемницей Молдавской Советской Социалистической Республики, Вот Республика Молдова, значит, была признана Организацией Объединенных Наций и другими международными организациями в качестве независимого суверенного государства. Но тут есть одно «но». Многие думают, что независимость и суверенитет – это результат каких-то там деклараций, конституций и международного признания. И все. Ничего подобного. За государственность, за суверенитет, за независимость необходимо бороться каждый день, каждый час, ежеминутно, ежесекундно. Потому что, когда нет экономической независимости, когда наш суверенитет отдан кому-то на откуп, когда международным всяким банкам, банковским структурам, политическим организациям и так далее, тогда не надо удивляться, когда мы видим, что расцветает пышным цветом коррупция, когда мы видим, что наши люди в массовом порядке уезжают в Россию, в Италию, в другие страны на заработки, потому что они не находят дома ни рабочих мест, ни достойной оплаты своего труда, не находят справедливости. И все это есть результат одной моровой язвы под названием коррупция. Ну-ка вспомним, когда Советский Союз разваливался, по площадям бегали возбужденные люди и кричали, жесткую мафию, долой мафию. И что? И спустя несколько лет мы видим, что количество этой чиновничной мафии выросло где-то раза в два, в три, а то и в четыре. Дальше. Мы видим, что все эти лозунги «Чемодан, вокзал, Россия» закончилось тем, что наши бедолаги поехали именно туда на заработки. То есть коррупция – это не что-то такое «Ай, давайте будем бороться с коррупцией». Давайте перед тем, как бороться с коррупцией, заглянем в нас самих. Потому что когда мы идем и даем взятку чиновников, и бизнесмен идет, и любой обыватель, кто меньше, кто больше дает, чтобы получить какую-то преференцию. Правильно? Вот. Чем мне там мучиться, там какую-то лицензию или там с правами вопрос возник там и так далее? Ай, дал на лапу, ну и хорош. То есть и мы с вами являемся той питательной средой, которая очень к этому спокойно относится. А потом, когда нас касается всех вместе, начинаем кричать «Вэлли-лев», «Коррупция» и так далее. Вот для того, чтобы разобраться с тем, вот бегают сейчас опять по площадям, ну, умиление меня взяло перед днем независимости, там эти спектакли на площадях. Выходят наши Жанны Дарки, выходят наши добрые молодцы, защитники, так сказать, народа. А среди них я вижу, о чудо, бывших министров, замминистров, всех тех, кто снова хочет кормушки. Вот для того, чтобы разобраться, что с нами происходит по День независимости, как нам надо выстроить себя и как правильно действовать, чтобы не опять в результате очередного Майдана, срубив голову одному дракону, их не половилось 3 или 12, как это было у нас в 2009 и недавно на Украине. Чтобы разобраться со всем этим, мы пригласили в студию нашего мудрого советчика, бывалого человека, Валерия Тимедецкого. Да. Если вспомнить высказание мудреца, что никогда не давай советов в тех делах, в которых не собираешься участвовать, то, конечно, я мудрец. Валера, мы каждый день участвуем в этом. Безусловно. Мы всегда кому-то, чем-то. Безусловно, никуда мы от этого не денемся. Мы живем, это наш корабль, это наша Родина. Какая есть? Мы разные, мы многим недовольны, мы недовольны друг другом, но нам никуда не деться с этой подводной лодки. Понимаете, надо жить как-то здесь. И даже те, кто уехал и оставил эту страну, да, все равно... Нельзя, чтобы он оставил надежду вернуться. Да, да, да. Безусловно. Что-то держат, люди возвращаются, нас реагируют. Поэтому относиться так, что вот я уеду, да, или Родина там, где одному месту тепло, конечно, так не стоит. А День независимости, конечно, меня удивляет уже несколько лет его празднованием, какое-то напряженное празднование, да. У нас уже теперь столько проевропейских партий, что они не умещаются на площади. Они и в Европе уже не умещаются. Они не могут ее поделить просто, понимаете. Вот правящая партия, демократическая партия, говорит, что они европейцы. Вот эти ребята, которые пришли вчера на площадь, три партии. У нее несколько в том числе. Да, да. Партия Настасия, партия Санду и партия бывшего премьера Филата. Еще большие европейцы. Они тоже говорят европейцы, говорят, что вот эти как раз неправильные европейцы, а неправильные европейцы. А среди их лидеров, видал бывших министров, замминистров с очень вороватыми физиономиями. Да. И, значит, самое, там не было господина Гимпу, который себя считает еще более правильным униянистом. Потому он не пришел на площадь. И вдруг там Шор вышел и сказал, что он еще правильный европеец, а эти все неправильные. Бедные молдаване, сколько им этого счастья, понимаете? Сколько у нас европейцев, что вот они не умещаются на площади. А в стране, конечно, ситуация, ну, скажем так, далеко не радует. Ну, давайте вспомним. Все мы помним прекрасно, как это было. На нас не забились мы действительно свалилась после... Я почему не могу сказать, что она свалилась? Потому что она была несколько неожиданной. Вот, провалился августский путь в Москве, да, и помнишь, и мы после уже Грузии, Украины, Молдавии, стран Прибалтики. Все страны. Да, наш парламент провозгласил, и это было понятное решение, потому что Советский Союз распадался, благодаря усилиям мудрейшего Михаила Сергеевича Горбачева, да. И, значит, и, конечно, наш парламент провозгласил независимость. Это происходило на фоне огромнейшего митинга на площади, да. Я помню энтузиазм людей. Невероятно. И это действительно, это исполнялась вековая мечта. Давай будем говорить, ты абсолютно прав, я с тобой согласен, что Молдавия, хоть считается молодой республикой, но у нее вековая история. И государственность, да. И эта вековая история была связана с одной мечтой людей, которые как бы боролись, наши предки действительно боролись. Причем всех национальностей. И Штефана Великова, и Драгуша, и Богдана, да. То есть они, ну да, они боролись за, они старались, боролись за то, чтобы за право, и даже не сказал бы о государстве, а за право жить в своем доме. Да. За право, которое борется в своем доме. По своим законам. По своим законам. Быть хозяином своей семьи. Не зависеть от чего-то мнения, решения, да. А принимать решения. И самое главное, что мы забыли про волосы и независимость, и отвечать за это решение. А как же. Знаешь, вот я когда-то поздравлял своих детей на свадьбе, я им сказал такие слова, может быть, как бы не очень уместно и торжественно, но я сказал, но теперь, вы запомните, вы отвечаете друг за друга. И за ваше хозяйство, и за будущее детей. То есть, любовь, государство, семья, это не только любовь, это не только радость жить в своем доме, но это еще огромная ответственность за совместное ведение хозяйства, за отношения с соседями. То есть, эта ответственность должна всегда превалировать у политиков. А ты знаешь, что интересно? Вот так в порядке дискуссии. Смотри, молдавское слово «господар», то есть глава, так сказать, «принцепс» и так далее, это имеет смысл прежде всего господария, то есть хозяйство. Вот что, и какой же, вот я помню, как кричали тогда на площади, «Ной сантим, хозяин, цар, анастры». Что же вы сделали со своим хозяйством, добрые люди? Я тогда помню, что люди действительно и плакали, когда депутаты им обещали с высоких трибун обеспечить демократию, свободу, процветание. Малый и средний бизнес. У людей были надежды, действительно, и люди действительно и плакали, и танцевали от счастья на площади. И сегодня, если подвести вот эти итоги, то мы сегодня имеем, вот я недавно заглянул в цифры, посоветовался с нашими экономистами, наш внутренний валовый продукт – это 74% от того, что мы имели в 89-м году. Это при том, что развитие технологий и все сейчас не сравнить с теми временами. И при том, что в 89-й год это был далеко не лучше в истории Советского Союза, уже все рушилось благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву, и все-таки, да? Тогда возникает резонный вопрос у любого человека. Скажите, ребята, а зачем были эти 28 лет? Зачем были страдания, разрушенные судьбы, разведение семьи? Кричали жест, мафия. Да, да, да. Зачем все эти были, вот были два конфликта, война в Приднестровье, раскол, исход третьего населения из страны, разбитые судьбы. Кстати, вот мне всегда обидно, что наши писатели, которых называли в советское время, так знаете, инженеры человеческих душ, как-то… И писали стихи о Ленине, хорошо. Да, но они как-то не очень особо обращают внимание на эту трагедию молдавского народа, да, вот это разрушение семьи. Вот если мы почитаем наши классики, в Дорже-Друце и так далее, он указывал, что вот семья навсегда была как бы столпом, основой общества, да? Все сносило, а семья выживала. А семья выживала, да? А теперь ужас. Потому что отец возражался к детям, мать не могла бросить детей, и вот таким образом как-то люди жили в этой семье. Выживали, да, благодаря семейным этим узам. Писать себе, как страшно было бы, если бы этих семейных уз не было, во что бы мы превратились. А сегодня мы, к сожалению, не прощаемся, да, и вот сегодня даже наши очень многие люди моего поколения говорят, о, ты понимаешь, дети наши выходят очень поздно замуж, не обренены, не хотят детей иметь, да, не хотят, вот многие даже и говорят, а зачем семья? Вот ты заметил, это даже превалирует, вот эта европейская ценность, с которой она пришла. Ну, а в конце концов, а зачем мне нужна семья, да, вот. И вот мы можем... Зато парады геев там, все такое. Ну, даже не парады геев. Не-не, это, смотри, это симптом. Да. Но есть такой забавный анекдот, что учители географии, вернувшись из турпоездки в Париж, исправил журнал Единицу, как бы, своему ученику Вовочке. А Единицу тот получил за то, что он сказал, что Франция находится в Африке. Он поехал в Париж и убедился, что действительно что-то очень похоже, да, что все вокруг, понимаешь, африканцы, да. Вот, и это действительно, что вот молодые нации, они приходят с Европы, они могут страдать, они могут иметь много детей, они хотят семьи, у них есть свои какие-то устои, да. А европейцы, они могут оказаться на грани вымирания с такой политикой, когда говорят, а зачем семья, а зачем дети? Вот Индии, Китаю, Африке как бы нужно, да и в США большие семьи там, в принципе. А в Европе, помнишь, в Европе кто-то пошутил, один ребенок в семье мало, два уже много. Вот, а потом удивляются. Есть проблема, да, есть проблема. И второй момент. Вот я сейчас писал к празднику комментарий для ТАСС, над удивлением, вот, ну, я, в принципе, написал об этом, о том, что действительно мы как-то заложили фундамент своей независимости каким-то косым, на мой взгляд. Почему? Потому что вот такой феномен, такой феномен, помнишь, да? Риббентропа Молотова заложили упоминание. Нет, 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 так самое интересное, что вот эту декларацию, что Румыния действительно через несколько часов признала независимость Молдавии, а остальные страны это сделали после Беловежских соглашений, а некоторые после признания ООН, давай скажем так честно, это было через несколько месяцев, а Румыния единственная и первая, кто признали нас. И это феномен недавно, почему это произошло за несколько часов, вскрылся недавно, когда господин Преда, советник, посланник МИД Румынии, рассказал, что, в принципе, о чем нам было изучать эту декларацию независимость, мы же ее писали. Да, понимаешь, что нам, нам не надо было времени, и пока там в МИДах других странах читали, вычитывали, анализировали, нам тут не надо было. Валера, а я тут удивился, говорю, мы молдаване, вот всегда первые, помнишь, этаж Демыников, мировую политику, Михаил Федорович, мы новационный народ, инновации, где коррупция, аферы, политиканство, мы какие-то впереди планеты свечи. И вот, слушай, сюда, к этому же. Значит, в этой декларации независимости мелькает вот эта тень Пакта Молотова-Репентропа. Какой народ говорит о себе, что я рожден Пактом Молотова-Репентропа? Если бы Штефан Великий услышал про эту декларацию, пришел с мечом вот с панстаментов, он крестом бы их поубивал бы все. Мне сложно судить, но... А мне не сложно. Я молдаван. Ты историк. Нет, ты историк. И наполовину молдаван. Ты историк, и мои знания в истории не настолько глубокие, как у тебя. Поубивал бы все. Да, я с уважением отношусь к твоим познаниям в истории. Но давайте честно говорить, и преда напоминает, а вы вспомните время этих времен. То есть преда румыне говорит, что мы и писали эту декларацию. Да, писали декларацию. Плюс его напоминает, говорит, да они все делали, как мы говорили. И гимн «Проснись, румын», и флаг «Триколор», который был без герба, да? Да, еще немножко. И вопреки закону и языках, который был принят парламентом, да, значит, и румынский язык Конституции, который сейчас всплыл в прошедении Конституционного суда и поставил действительно большой тупик. Потому что если сейчас меня какой-то человек отловит на улице и скажет, а скажи, господин Демидетский, вот вы журналист, а какой у нас государственный язык? Конечно, я могу укрыться. Государственный, как государственный. И точка. И точка, да. Но с другой стороны, вот какая-то получилась двояка. Считай Конституцию. Конституция он молдавский. Решением Конституционного суда он румынский, понимаете? И вот этот спор, я тебе скажу честно, я в него не вмешиваюсь, потому что мой родной язык русский. Я всегда говорю, что вот пусть они разберутся, они мне скажут, и я приму это решение и буду подчинять. Ну да, это как бы я бы молдаванин по отцу русский, по матери, учил бы украинца на каком языке ему говорить. Да, безусловно. Это дело каждого этноса. Да, это дело каждого этноса, и они должны сами в этом разобраться. Мне этот вопрос вообще всегда напоминает вопрос, что было раньше, яйцо или курица. Вот это не можно любому мудрецу поставить ступик. Исторически я тебе скажу такое, что самое удивительное, что слово деривативы румын, румынское, румынский, ну вообще, где корень румын, он по... Вот архивы... Я когда был в Пекине дипломатом, меня китайцы тоже спрашивали, говорили, а как вот молдаване, румыны, что это такое, откуда? Это большой вопрос. Вот. Ну а я зануда... За рубежом всегда спрашивают. Дальше нашел в Литве изданный, оказывается, корреспонденция шла между нашими князьями литовскими, корреспонденция, где самая главная титулатура, как себя называет, допустим, воевода в Аллахии той части Мунтени-Алтени, и как называет себя Молдавлахии или Молдовы, да? Значит, нигде в титулатурах... Вот, например, Мунтени-Алтени, алло, румыны, послушайте, наши братья, значит, он себя называет Угровлахийский, то есть присидящий к Венгрии, а у нас Молдавлахийский. То есть появляется вот это понятие румын только в Трансильвании, благодаря католическим нунциям, которые хотели их переманить из православия, соответственно. Они говорят, ребята, а не грамные, не эпикаламини будущий папа, и они говорили, что это, матюшу Карвину, так вы в Аллахии, в Лахии, Трансильвании, вы происходите от румын, то есть у вас в языке, и он был прав. Ну, никто не называл таким политическим словом ни государство, ни народ, как румын. Это слово появляется уже в последующей эпохе, уже после Матея Карвина, потом Трансильванская школа, И только уже в начале 19-го вот начинает проникновение вот идей румынизма как в Молдову, так и царо-румынязской, которая уже так себя начинает называть уже в течение там последних двух-трех там веков. Царо-румынязской, что царо-молдовей. Поэтому, когда нам говорят, что впереди курица или яйцо, молдаваны всегда говорили, считали из древности, ну, иди любого деда в деревню спроси, или бабушку, на каком языке я говорю, да в Молдовне, да в Ищи Алта-Лимба. То есть, о чем мы говорим, что политики нарочно прикидываются великими учеными, они хурмузаки и архивы читали, очень сомневаюсь, а мне пришлось читать, куда деваться, китайцы спрашивают. Карту берем, 15-й век. Какие страны мы видим на этой карте сверху донизу? Так, а у Финляндии не видим, зато там в тех местах мы видим шведское такое суровое присутствие. То же самое, не видим ни Эстонии, не видим ни Латвии. Латвия орден сидит, фон Бундберге, фон Томберге и так далее, Немчура одна сплошная, нет никаких Латвии, значит, не видим ни Финляндии, ни Эстонии, ни Латвии. Литовское княжество есть, чуть ли не отможно-можно, Московское, видим, значит, двигаемся дальше, Венгрию видим мощно, там все как полагается, двигаемся, двигаемся, двигаемся дальше, значит, Молдавское княжество, ребята, есть. А Украины чуть не видим, извини. Не будем обижать. Не будем обижать, они сейчас выстраивают свою историю. Нет, не, пусть их историки врут свою историю, я говорю, карта 15 века, нету, сечь есть, литовцы есть, поляки есть, речь посполитая есть, еще нету. Я согласен, что, безусловно, политики, которые закладывали камень молдавской государства, даже были понимать эти вещи. Да, и давай закончим до конца, молдавская есть, Румыния где, ау, никакой Румынии, зато мы там видим что, Угравлахию, мы видим вот это все, честно. Дальше видим там Болгарии, обшметки остатки, уже османы вот берут за горло и так далее. То есть, о чем это Валерий все говорит? Что не надо никогда стесняться, как старики называют свой язык, себя молдаванами, говорящими на молдавском. Пусть ученые, да, литературный язык у нас румынский, тут и вопросов нет. Ну, если так назвали, принято назвать язык, так вот, вот он как в Конституции записан, уважай Конституцию. А если ты член Конституционного суда, так твоя святая обязанность не обсуждать Конституцию, за это под суд и на каторгу, а защищать ее, каждую букву. — Да, я думаю, это так. Ну, давай дальше пойдем. — Извини, Валера, за тирану. — Не-не-не, очень, нет. — Ну, надо было, тебе не зависима, надо какие-то справки было. — Мне самому интересно было это послушать, потому что я многих вещей каюсь, не знаю, и никогда не говорю, что я всезнайка и во всем разбираюсь хорошо. И благодаря вот этим людям, как ты и другие, значит, конечно, мы многих узнаем, интересно. Но, по большому счету, вот прагматизм той ситуации был в том, что мы тогда, заложив эту основу, мы потеряли Приднестровье, да, вот с этим Пактом Олова-Рементропа, да, да. И давай скажем так, да, безусловно, сегодня наши все политики указывают на Москву. Москва была виновата. Безусловно, неуклюжие попытки союзного руководства удержать от распада СССР путем создания непризнанных государств были, они имели место. Но они были бы тщетными, да, если бы у нас не происходило то, что происходило в Первом парламенте. Давай вспомним так, что никто не прислушался к оппозиции, с оппозицией не церемонились. Давай, скажем так, пришедший к власти в 90-м году Народный фронт, а именно Народный фронт сформировал правительство, так как его лидер Мирча Друкс возглавил, стал премьером, да, он тут же на съезде провозглашает своей целью объединение с Румынией. После этого мы знаем, что происходит. Происходит провозглашение непризнанных республик и в Гагаузии, и в Приднестровье. И давай скажем так, что та кадровая чистка, которая была затеяна, а потом и с оппозицией, давай скажем так. И политика, и атмосфера. Есть оппозиции, мы, слава богу, на 30-м году, на 28-м году независимо у нас более-менее, уже можно выражать там свои взгляды, журналисты научились терпимости, да, вот, конечно, есть еще люди как бы вспыльчивые, ненормальные, которые не приемят чужой точки зрения, да, независимо от того, она имеет место или не имеет место, но все равно прислушиваться друг к другу надо. А тогда ты помнишь, как боролись с инакомыслием. Многих и журналистов, и политиков, и депутатов встречали возле парламента, и частенько, так сказать, они получали пару горчичников, а милиция в это дело не вмешивалась. Что стоило ожидать от директоров предприятий, от уважаемых людей, которые были избраны в парламент из левобережья Днестра, получив такое обращение с собой, они, конечно, уехали туда и создали нам проблему, так. Мы, нас ума не хватило решить это за столом переговоров, там, кстати, я знаю, я помню, это, ну, что я уже тогда был корреспондентом ТАСС, и помню, переговоры очень непростые, которые вел твой отец в царство ему небесное, это, помню, сложные переговоры, и пытались мирно, по хорошему, да. Но самое интересное, что были люди, которые пытались мирно, были люди, которые старались договориться, а с другой стороны были и те люди, которым это не нужно было, потому что они понимали, что с Приднестровым объединения с Румынией не будет, они настаивали на этом, на эскалации этого конфликта, были как с той, так и с другой стороны были ястребы, да, вот, и поэтому вот голуби тогда проиграли, которые пытались договориться мирно, да, удержать. А кровь полилась? А кровь полилась, а после крови, конечно, это восстановить очень сложно, а тем более сейчас мы привлекли внешние силы, внешние державы, у которых свои есть противоречия к своему внутреннему конфликту, и это все сложно, то есть страна, получается, вошла в 90-е годы, а, расколотой, с обвалом экономики и связей, да, и плюс еще с полным отсутствием, давай скажем так, можно сколько угодно ругать Суслова, советскую идеологию и другие идеологии, но в каждой стране есть государственная идеология. Конечно. Да, понимаешь, где людей воспитывают уважение к любви к государству. Какое может быть уважение к государству, когда мы на сегодня видим, когда какие-то прохиндеи бегают по населенным пунктам, и подписывают декларации о том, что надо ликвидировать государство. Назовем еще страну, где официально существуют партии, общественные движения легально действуют, которые тоже наставят на ликвидации государства. Это нонсенс для любой страны. Они бы там, в Соединенных Штатах, если бы такая партия появилась, за 24 часа все ребята в суд попали бы. Ну да. За антигосударственную деятельность. А антигосударственную деятельность. А у нас бы, пожалуйста, у нас свобода полная. Я не говорю о запрете. Человеку нельзя запретить мечтать. Но я говорю, что есть... Как политическое движение. Как политическое движение. Скажите, ребята, извините, есть Конституция. И здесь я с президентом абсолютно согласен, когда он говорит, что это делать нельзя. Потому что это раскачает страну. И в ситуации самое интересное, что даже те, кого мы называем партнерами по развитию, очень интересно, когда руководство страны, которое находится уже много лет в затяжном кризисе, в затяжном кризисе, подчеркиваю, говорит о партнерах по развитию. О чем вы, ребята? Сложно, да. О чем мы? Какое развитие? Если вы в затяжном кризисе, тогда оглянитесь вокруг. Но даже эти люди, которые вот здесь США и ЕС, они четко говорят. Вспомни статью председателя Европарламента, где он сказал, что, ребята, вы что делаете? Этот конфликт вылезет из Молдовы. Переметнется. Плохо будет и Румынии, и Украине, и России, и Евросоюзу, где потерпят крах те же евроатлантические структуры, которые с таким трудом и с такой болью строятся. Представляете? И копеечку таким потом зарабатывать. Вы забыли, что Европа, Балканы для Европы всегда был по верховой погреб, да? Который только спичку понесе. И первая мировая, где началась? Ну да. На Балканах. И вот это, понимаете, румынские политики, когда Румыния, это не та страна сегодня, которая страшно процветает, у нее тоже часть населения, как выяснилось. Кстати, Йоханнис, их президент, очень достойный человек. Нет, Йоханнис подходит к этому делу прагматично. Он говорит, встретимся в Европе, господа. Но мы тоже прекрасно понимаем, и тот же господин Басеску, он такой тоже прагматичный, живой политик, он говорит, подождите, давайте войдем через какую-то боковую калитку. Басеску морячок тот, который флот румынский продал. С точки зрения политических амбиций Басеску, мне это понятно. Но чем это закончится для Молдавана, об этом сказали и президент Европоламента, и господин посол Петит, который выразил позицию в Госдепе. Он сказал, что это непрактично. Помнишь, когда нас возмутились все? Большое спасибо американскому послу, когда он тогда четко и ясно сказал, идеи унионизма не самые беневинительные. Нет, не самые прагматичные. Нет, он и не самый, как бы, он дипломатический. Но по-вашингтонски это звучит так, отставить с унионизмом. А Михаил Федорович дурашко не понял. И стал писать в Госдеп или куда требовать, чтобы этого посла США наказали за такие его речи. Он его, я помню хорошо. Но потом Михаила Федоровича щелкнули по лбу, и он закрылся. Понимаешь, Виктор, я... Но сказал американский посол. Ясно и четко. Я убежден, что Михаил Теодорович не глупее нас и великолепно понимает. А сейчас же он вас бухает? Я объясню. У него есть электорат, впереди выборы. А, ему надо было показать. У нас, посмотри, сколько унионистов. Что ему даже американский посол не указ. Такой он унионист. Есть и Шалару, есть и Гимпу, и кто-то, Павличенко есть. У нас куча партий есть, и они все дерутся за этот электорат. А он небольшой. По опросам где-то сейчас 24 населения. Тоже тревожный сигнал, кстати. Да. Посмотри, у нас... Пока что поделить его не могут. Посмотри, как интересно. У нас на 28-м году независимости, да, все меньше людей, которые верят в молдавский проект, понимаешь? Да. И, честно говоря, у людей опустились руки, у многих людей, да? И вот люди верят, они верят, что США и ЕС почему-то должны заботиться о нашем процветании. Другие думают о румынной импенсии. Другие там думают о Москве. Судя по этому, что рейтинг Путина много лет уже возглавляет как самый популярный политик. Кстати, Путин у нас самый популярный политик. Ну да, много лет. И не только у нас. Это тоже говорит о том, что часть населения видит... И не только у нас, Валерий. И часть населения готова передать молдавское государство Румынии. Это катастрофа. Да. Это катастрофа по той простой причине, что это неверие в собственные силы, это неверие в собственную власть, это неверие в политику. Да, у нас впереди... И отсюда неверие даже в свою древнюю государственность. Да, и в древнюю государственность. Это неуважение саму к себе. К своим предкам. Но если мы не уважаем сами себя, чего же требовать у окружающих, да, почему нас должны уважать окружающие страны, нашу историю и так далее, если мы сами себя не уважаем, мы говорим, заберите, вот возьмите, да, вот возьмите, потому что мы разбегаемся здесь. И смотри, Валерий, что я хотел бы сказать. Вот когда я вижу толпы тоже разные. Одно дело, если вышла толпа за какое-то правое дело, значит, никаких вопросов, народ прав. Но когда я вижу организованная публика, которая за денежки, бог знает откуда, собирает небольшое количество, пусть даже несколько тысяч народа, да, и начинают кричать, что это не народ, и начинают требовать то, что им надо, например, унирию, там еще какие-то, вот. Я не верю в то, что у нас люди до конца осознают, насколько по... к чему приводят все Майданы. Мы знаем одно. Любая попытка махом убивахом кончается после, как гидры, как сносят голову одному дракону, тут же расцветает несколько голов новых. Мы в 2009-м видели. Всех, кто говорит о Майданах, я им задаю мой вопрос. Назовите мне вот такую вот перетрубацию, типа Майдана, даже в нашей истории молдавской, после которой наступало лучше. Уже через год-два-три говорили люди, боже мой. Чем мы наделали? Чем мы наделали? Мы привлекли к власти тех, кто намного хуже, чем те, кто были, да? Вот это и есть. Поэтому я всякий раз говорю людям, которые хотят жжоз, я говорю, прежде чем кричать жжоз, нужно подумать о печени сус. Понимаешь? Прежде чем разрушать дом, как Михаил Сергеевич говорит, надо узнать, иметь проект и деньги на строительство нового. Так любой человек поступает, да? Мудрый, разумный. Не берет кувалду, разносит дом, а потом вечером семье, которая осталась на улице, объявили вместе с собакой, объявляет, что знаешь, я погорячился, ни денег, ни проекта, ничего нет. Мы как-то будем ночевать в поле, да? Вот. То же самое и у нас происходит. Мы кричим жжоз. Но я всегда, когда кричат жжоз, уже как бы научен. Не по себе. Я всякий раз говорю, ребята, а давайте разберемся, а кого вы хотите привезти? И вдруг выясняется, что эти люди, которые кричат жжоз, по нему... Все те же знакомые физиономии. Да, да, да. Ба, курилка. Здравствуйте, да? Это первое. Второе. Очень плохо, что власти живут одним днем. Власти живут, к сожалению, выборами. Я понимаю, в предвыборных целях за день до независимости, в день на независимости, в центре Кишинева был поставлен прекрасный спектакль. Все многие смеялись, звонили мне, рассказывали, ну ты видел, свадьба в Малиновке и так далее и тому подобное. Я говорю, я бы не радовался и не смеялся. Вот именно. По той простой причине. Мы сегодня, да, худо-бедно, вместо главной задачи, которая стоит перед любым государственным человеком, перед любым президентом, перед любым властителем, это сплочение населения вокруг этой идеи. А мы сегодня в электральных целях людей разбиваем по разные квартиры. Мы людей натравливаем друг на друга, да, эти политики спрятаться за охраной, уйдут, кто-то побежит... Денежки попрячут. Кто-то побежит в иностранное посольство, кто-то спрячется за свои охраны. И денежки попрячут. И прочее. А людей опять выведут на электоральные бои, вот то, что случилось на соседней Украине, да, когда люди разбивали голову друг другу и угробили кучу людей, придумали эту небесную сотню, а сейчас не знают, что с этим делать, да, потому что страна разобщена, да, вот и Запад против Востока. А теперь начинаются новые выборы и выясняется, что, оказывается, уже там уже пошла борьба на опять на раскол политического класса. Кстати, там же еще провинционализм, там отдельно западная Украина, отдельно северная, юго-западная, да. И это чувствуется... Давай говорить, что у нас тоже неоднородная страна, у нас люди с разными изменениями. У нас сегодня есть, у нас есть Приднестровье, у нас Гагаузия, у нас правый берег разобщен, что в Бельце как голосуют, как голосуют Кижиня, как голосуют в центре, как же голосуют на юге. То есть это очень большая проблема. Мы раздавали проблемы. И нормальный политик, который хочет выстраивать государство, который рассматривает Молдову как свое, как ты говорил, знаменитое слово «господар», как свое хозяйство, он постарается людей объединить какой-то целью, да, то есть дать людям шанс, и я думаю, что наверняка на выборах может быть только один клич нормальный, да, вот в будущих выборах, что я хочу собрать людей, вот политика скажет, что я хочу собрать людей, которые верят в молдавский проект, которые верят, что Молдова древнее государство, которые верят, что у Молдова не провалившийся проект, которые верят в то, что у Молдовы есть будущее, и что Молдова может... И обязаны люди это сделать. И она... Ради детей и внуков. Да, ради детей и внуков, и что она своей вековой истории, она всегда умела... договариваться и с Востоком, и с Западом, да, и если мы помним, что, что я действительно хорошо знаю, что молдавские господари победы одерживали не мечом, потому что у них были скромные возможности, да, в отличие от многих больших держав, которые могли... За исключением там Штефана, да, да, и в общем все. Но и Штефан, и все остальные... И тоже вступал в договоры, да. Они мудрые проводили внешнюю политику, вступая в договоры, значит, то есть... И с поляками, умея играть... И с татарами, и с турками, а как бы... Умея играть на мировой шахматной доске, да, в которой, к сожалению, как ты заметил, недавно очень мудро проезжается больше в бильярдный стол. Где шарахают не по шарам, а по головам. Где шарахают те, у кого есть ки в руках, да, кто схватил ки, тот и твой тапки, да. К сожалению, это так. К сожалению, это так, потому что если наши политики не отдумаются и будут жить только тем, что нужно... От выборов до выборов, да, и как-то власть удержать... И от Майдана до Майдана. То тогда стране уготовано очень нехорошее будущее. Печальное будущее. И народ будет... У нас и так на треть населения съехало, и мы возглавляем мировые рейтинги, да, после каких-то африканских уже стран, но там, я понимаю, там же партнеры по развитию работают лет сто, двести, а то и больше, и полтысячелетия. Поразвивали. Да, да. А у нас еще, слава богу, еще есть какие-то возможности резервы, да, вот, каким-то образом подумать и, так сказать, о собственной судьбе, и, главное, о собственных интересах, о которых не должны думать нигде, ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, да. Вот. И всякий раз, когда я сталкиваюсь с нашими политиками, которые говорят, что вы знаете, вот как мы там обегорили тех или этих, как мы выступили против России, там, или против другого. Аж асы из рукобоев. Да, да. Я всегда говорю, ребят, эти страны наверняка и не заметят того, потому что, так сказать, в процентном отношении и Евросоюза, и Соединенных Америки, 30 миллионов долларов, по-моему, у нас, товарооборот, и с Россией, да, ну, все, что бы мы ни делали, для них это даже не комарийный укос. Они это просто не замечают, потому что они не живут нашими проблемами, интересами. Но всякий раз, когда мы делаем вот это резкое движение на внешней политике, мы ударяем по собственным людям. Мы не думаем... Бумеранг. Мы не думаем о том, что производителя. Какая-то... Помнишь эту историю, да, с винодельем? Да, что натворили. Да, да. И это случилось не из-за меморандума Козыка, как многие говорят. Я помню, что после меморандума Козыка было совещание в Кремле, и Путин сказал, несмотря на то, что случилось, мы должны вот оказать там помощь, работать и так далее, и так далее. Но потом, ты помнишь, что в 2005 году последовало. Мы начали, так сказать... Шустрей. Ставить вопросы, да. Потом сделали, играя обратно, уже не простили с той стороны, да. Сказали, раз уже пошел по этой колее. И пошли получать. И пошли получать с двух сторон, да. Когда мы не могли четко сказать, что мы маленькая сторона, извините, мы не будем играть в эти большие игры. Пусть играет. Наши соседи, мы поучимся на их опыте. Слава Богу, мы еще не наступили в такую лужу, как некоторые наши соседи. Поэтому по той простой причине, что мы не думаем действительно. Потому что когда мне говорят некоторые, а вот мы там как выслали российских дипломатов, или заявили на международном уровне, или так далее. Я говорю, понимаете, я говорю, три российских дипломата, которых вы выслали, это такая ерунда для России. Придут другие, ради Бога. Это, да, конечно, может быть там попытка какого-то укола, и так далее, и так далее, что вот можно так с Россией поступать. Но подумайте о полумиллионе гастробатеров, которые работают. А их судьба. А представьте себе, что они за них возьмутся, да, и вот скажут, хорошо, вот вы нам так, а мы вам так. Мы об этом думаем, мы никогда не подумали об экспорте, когда мы контролировали 60% винного рынка России, понимаешь? И отдали его за непонюшкой к табаку просто. А кто из наших политических... Вообще наши политические элиты думают о судьбах страны, о судьбах экономики. Есть ли у них план, мистер фикс? Слушай, Виктор, а ты видел хоть одну демонстрацию, когда вышли какие-то производители? Вот помнишь, что яблоки мы выходили, говорили там, или виноделы бы вышли. Сказали, знаете, ребята, с нами нельзя так. Вы взялись руководить страной. Вы должны думать о интересах отечественного производителя, о том, что мы читаем даже Пушкина, он был прекрасный эконом, то есть сумел судить о том, как государство богатеет, и не надо золота ему, когда простой продукт имеет. А мы простого продукта, к сожалению, не имеем. Мы посчитали, что производство нам не надо, не сельскохозяйственного. А сегодня говорят, мы бедная страна без ресурсов. Меня благодарят тому, что я сидел в одном коридоре долгое время с бывшим президентом Госплана Владиславом Григорьевичем Гутыркиным. Он часто очень умный человек, который, извините меня, еще такой патриот, который не искать. Он когда любил курить, он заходил ко мне, вот курили, разговаривали, и он рассказывал о ресурсах, которые у нас есть. И возможности. Мы богатейшая страна по ресурсам. Просто эти ресурсы, они у нас под ногами. Мы не хотим не знать их, ничего. Мы знаете, что хотим? Наши власти, к сожалению, заточены на очень простую систему. Надо кому-то услужить, получить у него кредит, этот кредит раздеребанить, а время его возвращения возложить на людей. Схема простейшая. И наши западные партнеры эту схему великолепно знают. Она опробована, то, что называется... Во всех третях странах, скажем так. Африка прекрасно подавляющая, Латинская Америка и так далее. И в азиатских странах очень многие живут по этой схеме, да? Где нет контроля со стороны общества. А теперь, Валерий, вот смотри, как разговор наш, естественно, с тобой вот начали от независимости, традиции, как он, естественно, перетекает в самый главный вопрос. Вопрос о будущем. Вот смотри, мне так кажется, каждый имеет свое мнение, вот мое мнение, что мне как-то задал кто-то в Бутученах, соседи, крестьяне, честные, трудяки, Крэд Викторовы. Ну как вот жить, и как... Ну, одних выбираем, других, и вот все то же самое. Я говорю, ребята, как вы думаете, в Германии, говорю, казну не находится, кто руку запустит? Или в Штатах не находится, разными способами, лобби, шмобби? Да везде это есть. Вопрос в другом, в пропорции. Теневая экономика, коррупция, она там, где больше, меньше, но вопрос еще раз в пропорции. Посмотрите, допустим, берем Штаты, берем шерифа, кто оплачивает его помощников? Комьюнити, вся вот коммуна, внимание, у американцев слово коммуна не заплевано. Коммуна, это, извините, городок какой-то там, несколько ферм там и так далее. Коммуна, это ядро государства. Они себе нанимают шерифа, нанимают судью и избирают, конечно, с юридическим образованием и все, суд присяжных и так далее. И попробуй кто-то на этом уровне, что-то не так начинает себя вести. Вот, посмотри, даже обычные американские фильмы, как везде, местные полицейские, местные, так сказать, они даже против федералов идут, если их это... Так вот, я о чем хочу сказать? Конечно, одни там любят Россию, другие любят Америку, третий Францию, кто Испанию, так как... Каждого есть своя мечта. Кто-то, может, Африку любит, это и его... Я Китай, например, он для меня испокон. Но самое главное, надо понимать, что у всех можно чему-то научиться. И у тех же американцев вот поучиться вот в этой манере, что кому на... снизу власть идет наверх, а не сверху вниз. Скажи на прощание нашим дорогим телезрителям, Валерий, что бы ты хотел сказать? Вот и выборы тут же, тут снят. Я не знаю, когда будут выборы. Нет, как людям вести себя? Вот это главное. Нет, ну, люди, во-первых, нужно вести себя очень просто, на мой взгляд. Каждый из людей знает, который везет в собственное хозяйство, или не обязательно бы для этого быть крупным директором, что любое решение, да, вот есть решение, есть исполнение и контроль за исполнением. Да, любой чиновник вам, который скажет, что вот это система... Альфа и Омега. Альфа и Омега, да. Вот вы приняли решение, и вы исполняете, и потом делаете контроль и анализ. А почему не получилось? Или как получилось, да? И что делать дальше? К сожалению, у нас вот это вот потеряно. Мы принимали, ну, даже, я говорю, что вот очень многие партии, которые были даже у власти, имели полный контроль над парламентом, и так далее. Я спрашивал, ребята, вот у вас была куча инициатив. Прекрасных инициатив, помнишь? Да, где результаты? Покажите, вот мне... Результаты. Вы хоть раз сели, сказали, вот у нас была инициатива, да? Вот знаешь, это самое, это же самое, как у Холестакова, у Горь от ума, да, у Грибоедова, да? Да, у Грибоедова. Фонтанируем, фонтанируем идеями, да, вот у нас там сегодня и такая идея, завтра евроинтеграция, вот для меня это просто убийство. Никто не против того, чтобы учиться в Европе. А где результаты? Мы находимся в Европе и так далее, но, ребята, извините меня, ну нельзя же бегать, как дурень, списанную торбу и бить в эту погремушку какой-то африканский бантустан, да? Вот евроинтеграция, это наше все, евроинтеграция, это наше все. Но это уже, знаете, уже это слово просто приело, да, уже европейцы говорят, остановитесь, успокойтесь. Вы компрометируете ту же Европу. Да, 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 делом займитесь каким-то, да? Вот этого у нас нет. А нет, почему? Потому что нет контроля нормального, действия, настоящего, не фейкового гражданского общества, который живет на гранты иностранные. Настоящих комьюнити, которые мы снизу. А настоящих комьюнити, которые мы снизу, да, которые вот, которые каким-то образом стоят ногами на земле и которые видят, что происходит вокруг, да? А так сегодня я смотрю, да, вот на позавчерашнем митинге, там вылезли все старые лица, да? Те же казнокрады и жулики. Да, начали рассказывать мне, как хорошо жить в Европе и как плохо жить в СССР, которого уже нет, понимаешь? И я вдруг увидел БАД, 90-е годы возвращается. Да, те же лица. Ты читаешь история? Нет, спасибо, этого нам не надо. Большое спасибо. Спасибо. Ждем вас снова в студии. Дорогие соотечественники, И так, по поводу Дня Независимости, вот были у нас серьезные основания обдумать, что такое независимость, что такое суверенитет, что такое гражданская ответственность, что такое история, что такое пот и кровь наших предков, которые не для того полегли на фронтах не только Великой Отечественной войны, но и на других фронтах. Они не только Европу от чумы спасали. Эти люди мечтали о том, что когда-то будет вот такое государство, когда мечта всех этих предков будет выполнена. Они думали не столько о нас, они думали о наших внуках, правнуках, как вот правильно. И вот это все дало нам повод подумать. Люди добрые, давайте прикинем, сколько можно бегать толпами или кучками за какими-то прохвостами и проходимцами. Вы же набегались и в 2009 году, и до этого, и после этого. Пора браться за ум, люди добрые, и включать самое мощное, что дано человеку, наш мозг, наш разум. и понимать, что не сверху все делается, а снизу, от нас самих. И я не зря здесь упомянул, вот эти местные, местная власть, которая ближе всего к народу, все эти комьюнити, все эти, они везде. В России это были общины, в Штатах это комьюнити, в Германии это там ленды, ланды и так далее. То есть везде вот эта форма доказывала, что истинная свобода, истинная возможность творить заключается в этих низах, в нас с вами. Не идите за всякими проходимцами и прохвостами, а организуйтесь и двигайтесь вперед. Двигайтесь вперед, ибо только сон разума рождает чудовищ, и наоборот, свет разума ведет человека к более достойному существованию и ведет его к какому-то духовному совершенству, вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова